Всем здравствуйте! У меня тут просачиваются какие-то звуки в эфир из какого-то ютубчика. Я надеюсь, они нам не помешают, потому что они вроде бы куда-то делись. У нас с вами разговор про сети в линукс сегодня. И сегодня у нас такой день отдыха, по крайней мере, мною он ощущается как таковой, потому что мы не будем настраивать никакие сети и не будем собираться рассматривать никакой протокол, а будем говорить о том, как стыкуются с вот этим множеством протоколов сетевых, так как стыкуется, собственно, уже операционная система, потому что нам пора переходить на прикладной уровень. А это значит... Давайте вспомним, что такое вообще прикладной уровень. Прикладной уровень, стыка сетевых протоколов, означает, что мы уже всю сетевую работу проделали. Мы доставили наши данные до получателя с соблюдением тех свойств, которые требовались для этой доставки. То есть, если нам нужно было сохранить поток, значит, там был поток. Короче говоря, доставили. Есть такой прикладной уровень, который вводит в контрольном состоянии? Да, конечно. Но мы как... Помните, вводную, давайте организуем сеть из ничего. Давайте мы вот возьмём и нарисуем, как устроена сеть. Так вот сеть мы сделали. Что там внутри себя думает прикладной протокол? Не нашего ума дело. Данные доставлены, а дальше прикладной протокол принимает какое-то решение относительно того, как эти данные интерпретировать. Оставшиеся на нас, как на организаторах сетевого взаимодействия задачи, это вот этот доставленный поток каким-то образом сопоставить тому интерпретатору, который будет интерпретировать. В этом мы всё ещё не сделали. Вот у нас есть возможность некоторый транспорт организовать и к этому транспорту присобачить какой-то интерпретатор. Вопрос какой? И вторая цель, первая цель, это сделать так, чтобы интерпретатор однозначно знал, какой именно поток данных надо интерпретировать. А вторая цель, это со стороны уже совсем операционной системы сделать так, чтобы она, операционная система, была готова интерпретировать эти данные, чтобы к тому моменту, когда от нас потребует связь, эта связь уже была осуществима. Про саму интерпретацию данных речи, повторяю, не идёт. Протоколов прикладного уровня очень много, и в каждом из них речь идёт как раз про интерпретацию данных из соображений, о чём они значат в данном протоколе. Понятное дело, что этому можно посвятить всю жизнь и не освоить и четырёх десятков протоколов, потому что они не для людей пишутся. Связаны с этим задачи. Понятно, задача сопоставления потока интерпретатора, это связывание порта интерпретатора, благо потоком, идентификатором потока у нас является четвёрка, как вы помним, но со стороны сервера эта четвёрка выливается в один конкретный порт, по которому мы принимаем подключение. Об этом чуть подробнее дальше ещё поговорим. И, собственно, уже не имеющее отношение к сети действия, запуск самого интерпретатора, который будет интерпретировать этот поток. Дальше, как я повторяю, трава не расти. Есть ещё две задачи, которые вообще-то решаются на этом уровне, но с которым мы, кажется, сегодня просто не успеем иметь дело. Это анонс самих прикладных служб и распознавание этого анонса. То есть мы можем, вообще говоря, организовать некоторое информационное пространство, в котором мы напишем, какие прикладные службы запущены на нашей операционной системе, и кто-то может, проанализировав этот анонс, воспользоваться этими службами. Что сделать с несколькими портами? Существует, но, как вы понимаете, это не быстрее, это медленнее. Вот есть у вас некоторый канал между двумя компьютерами. Этот канал до какой-то степени утилизован, как системные администраторы настроили, так вы и утилизируете. Если вы собираетесь запустить два интерпретатора, двух потоков данных, то, скорее всего, вы утилизируете тот самый канал, но будете тратить время на синхронизацию этих данных друг с другом, если они асинхронны. В общем, я не вижу способа этого быстро, разве что это какой-то чит, связанный с тем, что на 80-м порту у вас ограничение, какой-то шейпинг, и вы там открываете сервер на 8080-м порту, и вот разве что вот так. То есть это не увеличение быстродействия, а скорее борьба с ограничением быстродействия. Что касаемо связи с интерпретатором, то, не заходя никуда, есть такой файл etc-services, он в этих ваших линуксах почему-то традиционно очень старый, или это в наших линуксах он старый, непонятно. Он содержит так называемые well-known сервисы, как видите, он какой-то древнющий 2004 года, но собственно их и без того там, видите, довольно много. Что это за файл? Этот файл на самом деле абсолютно незначащий, в нём всего лишь написано соответствие номера порта и протокола названию соответствующего сервиса. То есть он используется только в случае, когда какой-нибудь TCP dump или какой-нибудь midstat или sokstat хочет красиво декодировать 80-й порт, превратив его из номера 80 в слово HTTP. В общем, ни для чего другого этот файл не нужен, но тем не менее не каждый вспомнит наизусть допустим номер протокола R-Sync, а тут вот он прямо написан. Это не сопоставление порта приложению, это именно что некоторые названия, из которых вы можете сделать некоторые предположения о том, какое приложение будет интерпретировать соответствующий порт. Например, на 80-м порту, скорее всего, будет HTTP-хервер с некоторой довольно большой вероятностью. Что же, собственно, мы имеем в виду, когда говорим про связь между потоком данных и интерпретатором? Есть два варианта ответа на этот вопрос. Первый вариант, мы вообще говоря не пользуемся самой универсальными средствами операционной системы, когда организуем связь между портом и интерпретатором, а пишем саму службу таким образом, как это было на практикуме у нас на втором курсе, что вот она биндится к порту, потом лиснет, потом совершает акцепт при подключении, дальше, значит, возможно, форкается, чтобы дальше продолжать лиснеть на этом порту, а форк будет обрабатывать подключение. Ну, в общем, вот так вот, ну как не было. По-моему, такое всегда было. Клиент-сервер должны были писать все по осям. Если нет, то это плохо, потому что я к этому атрибутируюсь, в смысле, ссылаюсь на это как на известное. Ну, окей, значит, быть может, не было. Вот, соответственно, иногда бывает такое, что вам не нужно, многих подключений вы обрабатываете только одно, иногда нужно, чтобы было много подключений, потому что ваш сервис всегда должен отвечать. И тогда вот та самая схема с форком и лисном. Короче говоря, для того, чтобы обслуживать соответствующие подключения на соответствующий порт, вы пишете специальную сетевую программу, которая пользуется соответствующим сетевым примитивом. При таком решении задачи на программиста сваливается необходимость написать полноценный сетевой сервис, который работает так, как ему программисту хочется. То есть с использованием сокетов, с использованием подключений и так дальше. Если ваше соединение неоднократное, то вы его закрыли, запустили сервер заново, например, потому что у вас один только сервер. Или, например, вот эту схему с форками организовали. Так вот, есть второй подход. Второй подход состоит в том, что операционная система за программиста делает всю сетевую часть, а программист пишет чисто прикладное приложение, которое, грубо говоря, читает со стандартного ввода, пишет на стандартный вывод, собственно, интерпретат. Это довольно удобно в случае, если эти самые произвольные службы какие-то не слишком нагружены, если вам не нужно самостоятельно управляться со всей этой сетевой машинерией, а наоборот, это какая-то очень простая штук текстовый вывод, вот это всё. Можно какую-то вопрос? Вообще, если вы понимаете, что сокет – это некоторая программная инфраструктура, которая работает на таком уровне? Нет, сокет – это, во-первых, понятие, мне кажется, всё-таки транспортного уровня, а во-вторых, это скорее не программная инфраструктура, а такая концепция дырки, через которую, вот у вас есть две дырочки, в одну ты складываешь дырочку, а из другой оно выскакивает, и наоборот, складываешь сюда, а выскакивает она здесь. И вот где находятся два конца этой дырки, это очень по-разному бывает. Они могут находиться на одном компьютере, могут находиться на разных компьютерах, свойства этих дырок могут быть, тоже разница, это может быть гарантированной доставкой, и тогда это будет TCP-сокет или такая датограмма, в которой вот, тогда это будет EDP-сокет. Ну ещё всякие другие сокеты тоже бывают. Интересно, почему глисток от процессора на материнке тоже сокетом называется? Потому что это дырка, в которую можно что угодно воткнуть. Сокет – это дырка, сокет, глисток такой. Это то, к чему подключаются в данном случае. Отличие сокета от файла состоит в том, что он асинхронный. Там вместо read и write, особенно в ситуации, когда у вас не потоковый сокет, а датограммный, там никакого read и write просто не может быть, вы используете сенд и ресив, соответственно, который... Сенд непонятно, когда закончится, а ресив непонятно, когда начнётся. Когда придёт пакет, тогда и начнётся. Но это довольно плохо, что у вас всего этого не было, потому что я-то думал, что была... На разных потоках, видимо, по-разному это устроено. Вот эта вот часть системная, которая за вас делает всю сетевую машинерию, может быть тоже достаточно сложная. Например, именно она будет слушать на определённом сокете подключения, а при поступлении подключения форкаться, сама эта вот системная служба, и потом уже запускать оттуда интерпретатор. Это всё можно делать со стороны операционной системы, а интерпретатор будет выглядеть просто как какой-то переработающий текст. Вот, мы можем, давайте что-нибудь запустим тут сразу. Ух, как это у нас какой-то... Давайте всё с нуля начнём. А то что-то какие-то старые эти самые. А, надо сказать, кого erase. Вот это erase. Так, нам что-нибудь сегодня понадобится? Понадобится ли нам вторая машина сегодня? Давайте понадобится. И нам и третья понадобится на самом деле. Ну хорошо. Давайте тогда сначала первое. Подсоединённый к сети нет, как мы всегда это делаем. Давайте посмотрим, как можно узнать со стороны операционной системы о том, какие подключения существуют. Значит, у нас здесь нетстат, вот Арсений предложил ещё сокстат. Это примерно одна и та же картина. У программы нетстат есть бага, связанная с тем, что она выводит не по ширине экрана. Причём как бы ты не изменял размер экрана, она выводит не по ширине экрана. Этой баге лет, по-моему, 25. Давай, не знаю. Вот сокет стат. СС, не подумайте плохого, это от слова сокет статистика. Л, это значит, мы посмотрим только сокеты, которые листн, то есть на которых сидят сервисы. Т, это будет означать только TCP-шные. П, это с имени процесса, который сидит на этом сокет, но это имя нам дадут только в том случае, если мы имеем право его знать. В данном случае, из-под обычного пользователя нам не дадут. Не бывает проектов или сервиса? Бывает в протонный сервис. Но им участвуют и будут. А в чём проблема в протонный сервис? В том, что на уровне нету весь импортаж или нет? Как это нет? Ой, ну, есть и высокий, может быть. А какой это протокол транспортный? Да, значит, если TCP, то извините, двунаправленное соединение, все дела. Можно и не присылать ответ. Если UDP, разумеется, никакого понятия ответ не существует. Вы просто поднимаете датограмму и всё. Но в данном случае это именно listen, это серверы, которые принимают соединение. Обратите внимание, что тут довольно много каких-то запущено. Помните, кто такие 2301, 2201? Это же наши с вами порты, на которых слушают виртуальные машинки. Ну и там ещё что-то. DNS какой-то, Secure Shell сервер, принтер какой-то. В общем, всякая интересная штука. Если посмотреть на то, какие UDP-шные сервисы у нас слушают, то тут ошибка и у обоих уже утилит по ширине. Но тут тоже довольно много всего интересного. Ну, собственно, не очень важно, что это такое. Важно то, что в нашей машине, в каждый момент времени на нашем компьютере, на самом деле, запущено какое-то количество сервисов, которые принимают подключение. НТП, это был нетстат, а НТП, это исходящее. НТП. Вон их тут сколько. Из ходячих подключений, это похоже... А, это я на сайте заходил. 443 порт, это HTPS. И тут мы, видите, даже знаем, вот телеграммка у меня запущенная, вот сокат у нас где-то запущенный. Интересно, зачем он тут? Я где-то его запустил и не выключил, что ли? А, это же, вот он, запущенный сокат. Я же с помощью него подключался к виртуалке. Значит, вот это были серверы, а это клиенты. Вот подключение с помощью соката к виртуалке. Вот это Firefox, который куда-то там заходил в количестве. Вот эта телеграммка, которая тоже там со своим сервером. А это, я так понимаю, вещание в Google, в смысле в YouTube со стороны OBS. Там тоже, видите, происходит протокол HTPS. Теперь, что касаемо, как самому запустить сервер руками. Очень просто. Берём сокат. Берём сокат и давайте мы вторую машинку заведём. Заведём другую машинку. Законнектимся к ней. Вот. Значит, пока мы настроим тут что-нибудь. Помним, что сокат может работать в режиме, ну, как бы чата такого. Мы с одной стороны набираем сообщинки, с другой стороны они, эти сообщинки нам видны. Давайте попробуем сделать одну маленькую модификацию с этим режимом, и мы получим сокат как такой пускальщик, универсальный пускальщик текстовых сервисов внезапно. Значит, давайте настроим только, настроим здесь тоже. Ну, для начала сокат, как просто чатик туп. Значит, сокат, мы говорим минус, tcp-lessin, ну или там std-o, std-o, по-моему так. Что? В рунг номеров параметров. О, вот, ну или std-o, да? Это, вот. Значит, вот мы с этой стороны можем подключиться. Сокат. Приходится отключение std-o? Да-да-да, просто, ну, как обычно бывает, когда вы запускаете какую-нибудь инюксовую утилиту, и передаете ей минус, она вместо файла начинает читать со стандартного ввода. Вот примерно оно же. Сокат, соответственно, минус, tcp, по-моему, tcp-connect, но я сейчас уже не помню. 10.1.1.2, двоеточие, раз, два, три, четыре. Ну вот, вот, вот то, что мы уже с вами делали. То, что мы с вами уже делали. Вот, теперь давайте запустим его как такой универсальный пускач. На самом деле это очень просто. Вот у нас вот эта программа usr.bin.cal работает прикладным протоколом. Она читается из стандартного ввода и вводит на стандартный вывод. А программа сокат занимается перенаправлением всего этого в сокет. Соответственно, если мы с этой стороны запустим какой-то клиент, ну скажем, все тот же сокат, то мы увидим результат работы. Прикладным протоколом можно обозвать буквально все, что по итогу работает над каким-то сетевым соединением? Нет, неправильно, никакого сетевого соединения для этого не нужно. Прикладным протоколом можно обозвать вообще любой вывод. То есть, я вам больше того скажу, какой-нибудь ftp-сервер такой старенький, его можно запустить вообще, чтобы все команды он со стадоин писал, на стадоин читал, на стадоин писал. Это потом его кто-то типа такого соката или операционной системы преобразует в сетевое соединение. Вот эта программа-календарь, понимаете? Вот я запустил сервис, он взял и запустился. Вот и всё. Соответственно, давайте ещё разок. Ой, что-то не получилось. Что у нас не получилось? Не получилось, она следующая картина. У нас завершилось соединение, только его никто не закрыл. И у нас сейчас висит сокет незакрытый. Есть, но он до четырёх минут может доходить. Он есть. Вот он висит. А, нет, он уже умер. Значит, она сейчас запустится. Давайте только мы сразу ему скажем волшебный ключик Рьюз. Ерьюз Адер. Если не сказать Ерьюз Адер, то вот. Вот теперь при закрытии соединения сокет будет помечен каким-то специальным флагом. Сейчас я не уверен, каким. В общем, при попытке несколько раз запустить эту команду, она будет работать. Не будет вот этой ошибки, которую мы с вами видели, вот этой. Точнее, нет, это именно свойство сокета. Теперь сокет будет reusable. При попытке на нём забиндиться, а он висит в состоянии time-weight, система скажет так, ну, разрешается его использовать ещё раз. То есть ничего дополнительного при завершении самого пульсируса? Да, 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 здесь ничего. Здесь ничего. Это свойство сокета. Это он просто сокет будет reusable. То есть можно будет взять, ещё раз к нему присоединиться, даже несмотря на то, что он висит. Вот сейчас скажу, ss-t. О, висит, да? И он сейчас не сможет запустить. А вот так запустился. Редюс-рабер позволяет именно в запускании на команде акклит сокет, который... Похоже, что да. Похоже, что я не был неправ. Ну-ка, давайте ещё раз проверим. Да, да, вы правы. То есть вот даже когда он висит в состоянии time-weight, сейчас дайте я посмотрю, как его посмотреть в состоянии time-weight, это мне самому просто интересно. Я почему это вспомнил? Я пытался найти команду, которая позволит удалить этот сокет. Как выяснилось, довольно многие операционные системы не позволяют удалять сокет, висящий в состоянии time-weight, пока его не случится, этого таймаута. Можно, но в противном случае будет только хуже. Там столько вариантов эксплуатации, там же права не вошивают в сокете, другого процесса. В общем, это люди думали-думали и решили, что лучше так. Когда соединение с одной стороны закрыто, а с другой нет. Так. Еще очень часто бывает такое, что в процессе работы... Нет, только в случае таких экспериментов, как у нас с вами. Обычно в сокете просто закрываются со всех сторон. Что-то я не вижу, как правильно его посмотреть. Убить можно при помощи минус-к большого. Да, только он не убивает, я пробовал. Значит, для ядра выключили поддержку. Вот, вот, вот. Я с утра пробовал, пророка большой. А еще для убийства нужно, кажется, скапнуть один. Ну и да, это если оно разрешено. Но вот-вот-вот в наших ядрах она выключена эта штука, почему-то. А как же этот контекст не мониторный для соки на шпитоне работают? Они закрывают их. Все, закрыл. Все, если его закрыл. Он чужой. Процесс, который его открыл, закрылся уже. Вот. Ну ладно, давайте-то не тупись и ехать дальше. А значит, ну вот тут Димка Димка советует нет стат минус в тюльпан. Тюльпан. Да, ну ладно, значит, не будем тупись, двигаемся дальше. Значит, более того, вот это ручное, ручное, ну давайте мы сейчас проверим. Сначала мы проверим, что это действительно так. Вот, допустим, у нас есть тут вот этот самый календарик. Вот. А, с календариком плохо, календарика нету диалога. Нам нужно что-то, что вводит и выводит. Ну хотя бы Hexdump. Вот уже сервис, который соблюдает некоторое подобие протокола. Он вводит какие-то строчки, а потом выводит Hexdump от него. Так вот, я к чему? Что вот такой способ, он, естественно, запускает только один обработчик одного типа соединений. Если мы, например, если мы попытаемся два соединения создать, вот это одно… Ну ладно, ниткат, что там, 10, 1, 1, 2, двоеточие… 1, 2, 3, 4. Нет, там двоеточие не нужно. Вот, и он там будет работать. А он будет работать. Давайте проверим. Давай буфер, набуферивайся уже. Эх, буфер. Ну вот, да, так вот, значит, если мы запустим такого сервиса две штуки, в смысле такой сервис один, а клиентов будет двое, то первый клиент получит какое-то подтверждение, а второй нет, второму откажут. 10, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4. Почему? Потому что у нас всего один поток обрабатывается. И только сейчас там, в общем, вы меня поняли. В принципе, можно Сокату сказать, что он ещё и работал по другой схеме. Чтобы у него был основной процесс, который принимает подключение, этот процесс тут же форкается на соответствующем сокете, обрабатывает это подключение в соответствующем потоке, где, вы помните, идентификатор потоков TCP, это четыре числа, в том числе IP отправителя, порт отправителя, IP получателя. А базовый процесс продолжает слушать на этом сокете и запускает столько обработчиков, сколько нужно. Вот тогда их можно запустить более чем один. Давайте попробуем. Для этого нам нужен волшебный ключик форк, который сильно изменит поведение соката. Теперь обработчиков будет запускаться сколько в каждый момент времени существует подключение. На каждое подключение будет запускаться отдельный свой обработчик форк. Давайте посмотрим, кстати. Ну вот давайте сейчас посмотрим, сколько сейчас. Вот у нас один сокат, и вот ни одного hexdump. Ни одного, это сам сокат. Вот мы подключаемся один раз к нему. По идее он должен запустить уже один обработчик. Вот первый hexdump, и вот к нему listener. А вот это базовый процесс. Базовый процесс остался. Вот эта парочка, это, собственно, обработчик. Это форк и запущенный из-под него hexdump. Давайте ещё один подключим. Вот их должно быть уже в два раза больше. Вот это базовый процесс. Это обработчик одного соединения, это обработчик другого соединения. И каждому из них ещё запущен hexdump, который будет, собственно, обрабатывать. Ну и так дальше их можно сколько угодно сделать. Вот этот самый hexdump. Вот, значит, можно даже вот так сделать, смотрите. Что тебе не нравится? О! Ух! А что это он умер? А! В одном месте тоже умер. Нет! А, зараза! Он завис… Чёрт! Он же… Чёрт! Он же… Он же… читается со стандартного ввода же. Бессовестный. Чёрт! И чё-нибудь все не умерли? О! Все умерли. Надо же было вот так сделать. Чёрт! О! 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 Только они все стопят, да? Ну, в общем, вот. Я сейчас далеко углубляться сюда не буду. Давайте мы этот тоже уберём. Вот он. По крайней мере, мы видели, что в таком варианте запуска Во-первых, на каждое подключение запускается отдельная копия вашего сервера, а во-вторых, это все может происходить параллельно с нескольких машин и так дальше. Пользоваться мы этим не будем, потому что мы попробуем научиться пользоваться до счета. Это, как видите, даже не со стороны операционной системы поддержки, а со стороны конкретного приложения под названием SoCAD, который может входить в состав операционной системы запросто. Мы с вами попробуем воспользоваться для настройки наших компьютеров не ручками и не запуском SoCAD, а службой систем D, которая, собственно, отвечает за старт, это одна из возможных служб в Linux-системах, которая отвечает за запуск и останов системных служб. Такая мета-демон, он же еще называется init. Чтобы это сделать, надо просто сказать ему System.ktl статус, ну или просто System.ktl, вот он показывает, какие службы запущены. Кстати, какая-то тут, видите, в деградированном состоянии, потому что мы сейчас сеть не настраиваем с помощью нее, и поэтому она вот не хочет. Ну или System.ktl статус. Дегрейдет тоже. А почему, кстати, дегрейдет? А потому что сеть не настраиваем. Как видите, даже в таком маленьком, таком игрушечном окружении, как в нашей виртуалочке, да, тут вот люди оплакивают x init d, у меня был выбор рассказывать про то или про другое, поскольку надо рассказывать про одно, но я выбрал System.ktl как, скажем так, идущий по восходящей линии популярности, в отличие от init.d, который идет по нисходящей. Так вот, обратите внимание, что даже в нашей игрушечной операционной системе запущено уже некоторое количество сервисов, сервисов, которыми управляет как раз System.d, да, это и Secure Shell, и Syslog, и Journal.d, и мышка в консоли, которую мы никогда в жизни не использовали, да, и там еще чего-то, еще чего-то, и даже сеанс работы с пользователем тоже управляется System.d. Нам с вами, наверное, важно пока что выучить парочку команд, это команда статус, ну скажем, с Syslog.d, вот у нас на данной машине запущен Secure Shell сервер, по которому можно зайти на нее по сети, давайте посмотрим, где там 22 ССХ, вот он, да, давайте только скажем ЛТПН, и тогда мы увидим, что он 22, вот он, видите, вот, на 20 в порту, если мы сейчас скажем System.ktl стоп, стоп этому самому ССХ, d, и посмотрим статус, увидим, что он остановлен, Inactive, вот, посмотрим на процессы, увидим, что больше его нету, вот, а если скажем снова Start, то он опять запустится. Вот процесс появился, и вот статус нам показывает, что на работе. Вот, примерно так, очень в черне, значит, как управляются сервисы в Linux, я про Linux особо рассказывать не меревался, но просто вот конкретно в этой сегодняшней лекции это сделать придется до какой-то степени. Вот, так управляются разные сервисы. Этот, кстати, был сетевой, обратите внимание. Для того, чтобы понять, ручками пощупать, как все это происходит, надо вспомнить еще один такой Linux-овый прием, он называется схема .d, вот, хранение конфигурационных файлов. Идея в схеме .d следующая. Представьте себе, что у вас есть конфигурационный файл один, в который вы складываете ваши настройки. Ну, как бы, системный администратор, его редактирует этот конфигурационный файл, вписывает туда какие-то, значит, настройки системы, все хорошо. Плохо начинается тогда, когда этот файл приходится редактировать роботом. Например, вы ставите пакет, и этот пакет должен добавить строчку в конфигурационный файл. Или вы удаляете пакет, и этот пакет должен удалить соответствующую строчку из конфигурационного файла. Вот тут уже нужен какой-то искусственный мозг для того, чтобы удалять пакет линуксовый. Мы про линукс сегодня разговариваем, про сеть мы почти не разговариваем. Вы удаляете компонент, и этот компонент должен удалить кусок конфигурационного файла вместе с собой. И эта задача, в общем, нерешаемая. А мало ли, что там системный администратор наредактировал. Поэтому вместо того, чтобы использовать один единственный файл, в котором лежали бы все конфиги, в линуксе чаще всего используется каталог .d, и конфигурационным файлом является сумма всех файлов, которые там лежат. Это называется .d схема. Систем-д очень в эту схему любит. Это можно для того, чтобы удалить право доступа к разным частям? Неправа, в первую очередь даже неправа. В первую очередь возможность этого самого доступа. Ну, смотрите, самый простой вариант. Вот у нас есть служба какая-то в Q-R-Shell-Demon. Вот описание её. Давайте сначала скажем вот так, а потом вот так. Вот её описание этой службы. Оно хранится в отдельном конфигурационном файле. Весь набор конфигурационных файлов, который лежит вот в этом каталоге, на самом деле считается единой настройкой всего нашего сервиса. Мы удаляем соответствующий пакет, и этот конфигурационный файл удаляется. И этот конфигурационный файл не Secret-Shell, это конфигурационный файл службы систем-D. Если бы это было всё свалено в один файл, нам бы пришлось выковыривать какой-то фрагмент, какой-то парсер встроить. Не дай бог, системный администратор там что-то отредактировал, и парсер наш бы его не распознал. Совсем другая ситуация, когда этот файл лежит неизменный, если надо его редактировать, редактируется именно он. Это разграничение не доступа, а контекста. Если правильно отвечать на ваш вопрос. Значит, точка D-схема, мы сейчас увидим, как она работает, поскольку соответствующая сообщенька появится при настройке системных служб, об использовании соответствующего каталога, я, соответственно, взял на себя смелость вспомнить про эту точку D-схему. В системе, управляемой системе D, настройкой сети занимается специальная служба, которая так и называется Systemd Network D. Вот её документация достаточно обширная. Мы кусочком этой службы сейчас воспользуемся. Что такое Systemd Network D? Это некоторый иерархический комплект свойств нашей сети, настроек нашей сети на нашей операционной системе, который даже более чем просто группа файлов, лежащих в одном каталоге. Это файлы разного рода. И этот комплект настроек при старте самого сервиса Systemd Network D превращает нашу систему из системы с ненастроенной сетью в систему с настройной сетью, настройной маршрутизацией и так далее. Всю документацию по Systemd Network D мы сегодня прочитать не сможем, поэтому несколько примеров. Systemd Network D может настраивать устройства сетевые. То есть не адреса, а сами устройства. Например, бриджи заводить, например, заводить какие-то виртуальные сетевые интерфейсы и так далее. Для этого есть файлы типа Link. И в них что бывает? Ну, неважно что. Если соответствующего устройства как девайса в системе при старте нету, если это не ядро делает, например, VPN или бридж или ещё что-нибудь, то можно создать файл Systemd.link, который при старте Network D соответствующий файл создаст. Что подпадает в данном сетевом интерфейсе? Любой сетевой интерфейс, у которого нет физической, не соответствует никакой физической карте. То есть всё, что выше физического уровня? Нет, не выше. Оно всё будет не на физическом, а на интерфейсном уровне, разумеется. Всё, у чего нет аппаратного соответствия. Вот мы с вами бриджи делали. Бридж, как Bernoulli интерфейс, не существует в виде карточки. Вот этот бридж можно создать с помощью Systemd.link. Но мы сегодня делать это не будем, а то не успеем. Всё, что было выше сказано про линк, это именно про нет дев. Я соврал. Да. Я соврал. Всё, что было сказано про линк, на самом деле это нет дев. А линк – это что? Нетворк девайсы. А, всё, спасибо, Арсений. Значит, всё, что было сказано про виртуальное устройство, про создание устройств, занимается та часть, которая называется нет дев. А та часть, которая называется линк, занимается настройкой уже имеющихся устройств, но на уровне ниже, чем IP. На уровне выбора интерфейса, на уровне настройки размера фрейма, там Wi-Fi-карточки можно, наверное, настраивать здесь же. Ну, в общем, вот это вот. Можно MAC-адрес поменять, если хочется. Вот, спасибо. Значит, линк – настройка имеющегося железа, нет дев. Например, создание устройств интерфейсного уровня. То, с чем мы больше всего будем иметь дело, эта часть, которая называется нетворк, это уже настройка сетевого третьего уровня, то есть IP-адреса, маршрутизация, вот это всё. На имеющихся устройствах. Как это выглядит? Давайте мы… То есть мы буквально по уровню выстраиваем наше соединение? Да, да, буквально по уровню выстраиваем наше соединение, с учётом того, что в некоторых случаях у нас к нам уже приезжает готовое железо, и тогда мы пользуемся частью, которая называется линк, а в некоторых случаях надо ещё и создать нечто, виртуальное железо какое-то. Но в данном случае мы сейчас будем пользоваться именно частью, которая называется нетворк. Давайте посмотрим. Создадим файл. Скажем, 20.default.network. Вот. Значит, что в этом файле написать? Давайте посмотрим прямо вот сюда, в примеры. Это много, это плохие примеры. А другого способа нету. Не в ядре же это делать. Ну, руками, это тоже плохая идея. Смотрите, сейчас я покажу. Значит, это ещё одна штука, которую чуть позже мы её будем использовать часто. Я просто не хотел вас путать. Enable, Disable есть ещё. Это перманентный запуск соответствующего демона. Мы всё это сделаем. Давайте сейчас с сетью разберёмся. Значит, вот пример. Какой-нибудь самый простенький пример. У нас есть сетевой интерфейс по имени eth0. Это у нас матч. Вот. Секция матч рассказывает, какой конкретный интерфейс мы будем настраивать. В принципе, не рекомендуется использовать секцию name в качестве, название name в качестве матча, потому что это в нашей виртуалке они все называются вот так. А в real life у вас имя сетевого интерфейса может быть довольно разнообразным. Можно, например, по MAC адресу делать. Название файла должно заканчиваться на .network, а всё остальное, единственная специальность состоит в том, что вот эти файлы в каталоге в .d схеме читаются, будучи упорядоченной лексико-графически. То есть вот это 20 означает, что если там будет следующий конфиг-файл, будет написано 50, то сначала будет прочтен вот этот файл, а потом тот, который 50. Да, так задаётся порядок, не приоритет, а порядок. Приоритет – это, извините, когда у нас разные права. Права у них всех одинаковые, просто сначала будет прочтён этот файл, потом следующий. Ну вот, давайте к MAC адресу, что ли, привяжем. То есть в частности фишки, если я думаю, что у нас скомплектовать, то будут использованы только предупреждённые? Нет, будут использованы все. Просто если они друг друга перегружают, значит, сначала один настроит так, потом другой настроит эдак, и этот другой будет последним. Так-то используются они все. Ну вот, а в разделе нетворк мы укажем, что адрес – это какой мы… Сейчас, секунду. Вот этот, 7c. Адрес нам обычно дают, сейчас скажу, какой нам адрес дают. На адрес нам дают 1002.15, 1002.15. Вот, маршрутизатор gateway 10.0.2.2 и DNS 1.1.1.1, надеюсь, он у нас заработает. Как мы выяснили, выполняя одно из домашних заданий, не всякий провайдер позволяет использовать DNS иначе, чем свой. У людей не работал DNS 1.1.1.1.1.1, тогда придётся ходить на хозсистему и смотреть, какую у неё настройки. Какая собака? Собака перед адресом. IPv4 адрес состоит из четырёх чисел, там никаких собак не было никогда. Алексей, четыре числа, IP-адрес это четыре числа, никаких собак там нет. Мы не обсуждаем синтексис DIG. Я понял, нет, мы про синтекс DIG не говорим. Да, мне кажется, что я даже всё сделал, что мне нужно. Давайте посмотрим network.ktl, это ещё одна программа. Вот, обратите внимание, это мы руками что ли добавим? Рестав. Переконфигуй. ETH0. Ой, а почему? Reload. Нет. Давайте посмотрим. Я всё-то сказал. Может он всё-таки этаж один был? Я может что-то перепутал. Так. 0800272107C. Ну-ка. Да нет, этаж ноль вроде бы. Тут какая-нибудь ошибка. Тут какая-нибудь ошибка. Значит, да, я забыл предупредить. Там это предупреждение дальше в лекции есть, а я забыл предупредить прямо сейчас. Автор всего этого безобразия, Леонард Поттеринг, имеет крайне неконвенциональное представление о юзабилити. Вот я подозреваю, что у меня ошибка в конфиг файле. Ну-ка. Там шутки логируются в лог, да. unknown key name map. Вот ни одна из этих утилит не выдала ничего на экран, но всё они выдавали в журнал. Ну вот да, удобство на грани фантастики, конечно. А как, что, адрес? У вас ошибка, посмотрите в журнал. Нет, у этого, если постоять повтыкать, логическое объяснение этому найдётся. Сама утилита запустилась безошибочно. Соответственно, нет необходимости выдавать ошибку в эту сторону. Ну, короче, да. Так, а как же там, ну-ка, матч, матч. Макадрес. Словом, макадрес. Да, да, да. Это конфиг systemd networkd. Ну, нет там никакой проблемы, да. Надо просто помнить, что вам не на экран выведут багу, да, а в журнал. Вот. Это не то, чтобы проблема. Причём вы хотите ещё реализуете это так, чтобы вам выводили эти ошибки? Именно. Да, да, да. Это не так просто, как кажется. Действительно. Говорите, постоять, повтыкать, выяснится, что требование выложить, выводить ошибки, которые парсят демон по наводке другой программы, программы networkd. КТЛ, а там демон, и он что-то делает, чтобы те ошибки, которые демон нашёл при парсинге конфигов, внезапно вылезли в качестве сообщений программы networkd. КТЛ, придётся ограничивать ещё целую систему передач этих ошибок. Нет. Кто будет писать на ту консоль, к которой мы подсоединились, писать сообщение об ошибке? Кто? Какая программа? Не только ТЛ, не только ТЛ только сказала демон перезапустись. Ну хотя бы потом из лога вывести эту консоль? Предположим, у вас лог нарастает по несколько тысяч сообщений в секунду, потому что вас в это время дедосит. Понимаете, да? То есть, если постоять, повтыкать, оказывается, что всему этому есть логическое объяснение. Только пользоваться неудобно. Одна проблема. Ну как неудобно? Непривычно. Ну вот, обратите внимание на то, что теперь у нас не просто этот интерфейс рабочий, он конфигурит, то есть систем D признаётся, что именно он его настраивает. Вот. Вот у нас маршрут приехал, да? Маршрут по умолчанию, маршрут через этот самый. Вот у нас DNS приехал. Вот почему он такой странный DNS? Ротабл это значит, что по нему через него пакет пересылаются. Что это не просто интерфейс, в котором ничего нет, да? Аперфорт ещё нет. Эта штука называется gateway. Что через него какой-то маршрут есть. Вот он. Да, по сути, что он поднят. Ну он может быть поднят и не настроен, тогда там нет маршрута. Он может быть поднят, на нём прибит какой-то IP-адрес без маршрута, без пер-ту-пер. Ну, в общем, есть варианты. В данном случае вот. Так, что я хотел? Я хотел понять, почему здесь адрес 126-8-101. А, он вообще сейчас. Это какой-то со старых каких-то упражнений остался. Сейчас. Так. Вот, видите, резулф-конф вообще не трогается. Мы с ним будем разбираться в следующий раз, потому что... А, ну резулф-д нужно запустить. Ну, короче, фиг с ним с днсом. Давайте с днсом мы пока вообще не будем упражняться, потому что у нас будет про днс следующая лекция. Вот. Уберём это. Давайте я тут тоже напишу, что с днсом пока не трогаем. Чтобы не путать друг другу мозги. Значит, тем не менее, всё остальное у нас настроено. И мы таким же образом можем настроить... Помним, что у нас есть ещё второй сервер, присоединённый к соседней сети. Вот. Вот. СРВ у нас присоединён к int нет, а роутер присоединён к int нет и dip нет. Давайте мы на СРВ настроим второй интерфейс уже известным нам способом. Назовем его 50, пускай он настраивается в TRL. Int нет, нет work. Здесь у нас будет match. Давайте ради прикола вот так вот напишем. Хотя, повторяю, это не рекомендуется. Рекомендуется всё-таки по MAC-адресу это делать. Нет work. У нас адрес равняется 10.222-24. И этого достаточно. Перечитываем файл. Делаем реконфигурирует этаж 1. Смотрим. Вот они два настроенные. Вот у него появился настройка на сеть. Вот маршрутизация. Вот она приехала. Ну, в общем, всё на месте. Давайте теперь на роутере такое же сделаем. Почему на роутере мы даже можем сделать как? Мы можем сказать вот так вот. И просто поправить там 1 это самое. Да. То есть сдублировать этот файл. Только поправить и поправить в нём 1 байт. Давайте, ну, вот здесь поставить единичку. Вот. Одинничку мы хотели. А, релот. О. Ну, вот. Значит, в чём смысл, главный смысл того, что мы проделали? Почему мы тратим время на ручную настройку, вписывание сюда каких-то… О, кстати, давайте маршрут по умолчанию ещё напишем. Сейчас, стойте, я мог ошибиться. Нет, я не ошибся. Маршрут по умолчанию. А, маршрут по умолчанию. 10, 2, 2, 2. А, сначала релот, а потом реконфируем. О, вот так добавляется маршрут по умолчанию. То есть, если вы поднимаете соответствующий интерфейс, и в нём написан gateway, то, соответственно, ваши настройки появится вот такая штука. В чём главный смысл вот таких файлов настройки? Они перманентные. Поскольку у нас systemd, networkd, systemktl, status, systemd, networkd, d. Поскольку он enabled, то бишь включён при старте в систему, это значит, что теперь мы можем перезагружать наши компьютеры, и настройки у них останутся. Вот смотрите. Когда мы руками записываем, программа у нас обладает? Когда мы руками записываем что? Ну, то есть, мы, например, интерфейс данный объект дополнительный путь прописывали руками в команду с коке. Это старте как разная? Конечно, нет. А с какой стати? Ни с какой. Нет, нет, нет. В этом вся идея, что вы можете руками делать что угодно, а перманентные настройки вы складываете в особом синтаксе в определённое место. Таких способов перманентных сетевых настроек Linux System десяток примерно, если не больше. Systemd просто самый, скажем так, наиболее повсеместно распространённый. Он будет во всех практически дистрибутивах, так или иначе его можно добыть. То есть, руками вообще никто ничего не делает? Руками, ну, скажем так, лет 30 назад руками писали такие shell скрипты, которые это делают. Это было безумно неудобно. Поэтому уже лет 25 назад были разработаны разнообразные такие системы перманентные настройки сети, и в каждом дистрибутиве они были свои. Ну вот Systemd, Networkd претендует на некоторую унификацию всего этого дела. Как видите, у него есть важное достоинство, что очень мало в нём лишней информации. Ну вот практически никакой. Вся информация, которую вы туда кладёте, она для чего-нибудь нужна. Ну вот кроме вот этих названий секции, на названии секции, понятное дело, они до того, чтобы во всём разбираться. Соответственно, мы сейчас просто перезагружаем эту машинку, прямо перезагружаем, и вся эта настройка остаётся перманентной. Мы так могли делать с самого начала, но я хотел, чтобы вы получились руками всё по делу. Потому что понятно, что в действительности вся эта перманентная настройка превращается в вызов тех же самых, вот абсолютно тех же самых команд, которые мы с вами уже вызывали, или соответствующих им системных вызовов. Та-дам! Вся настройка осталась живой. Вот, значит, продолжаем дальше. У нас время ещё полчасика есть. Нет, меньше 20 минут. Очень хорошо. Чистофически мы вообще можем создать интерфейс, который будет проверен с нашими изогнетами существовать, и они будут там присвоить лишних? Конечно, конечно. Смотрите, стим-дит тут вообще ни при чём, это можно сделать и руками. Так, а как, ну, как бы, у нас же, ну, здесь в контексте... Виртулдокс, говорите, нам же нужна какая-то, ну, как бы, файловый объект, который будет ассоциирован с сетью, который... Нет, не нужен. Виртулдокс тут ни при чём вообще совсем, да, мы не имеем дело с чем-то виртулдокса специфичным. Это просто стивый интерфейс. Виртуальный интерфейс – это всего лишь такой интерфейс, интерфейс с точки зрения юзерспейса пользовательского. Это всего лишь штука, которая показывает с командой IP-Link. Мы же, когда запускаем виртулдокс, изначально указываем, в какую сеть вот этот интерфейс. Да. Ну вот, а если мы указываем этот интерфейс, как ему сказать, в какую сеть вот... Никак. И оно что, работать не будет? Не будет работать что? Ну, не будет относиться с него в сеть. Не будет. Но виртуальный интерфейс ещё не для этого. Мы же не указывали, во что вот он бридж, когда бридж делает. Тем не менее, он соответствует интерфейсу Brunel. Это просто... Или там VPN. VPN вотнут вообще ни во что. VPN – это штука, которая вынимает из другой штуки специального рода фрейма, распаковывает их и выясняется, что они пришли из правильного места, а не из неправильного. Ну, как бы... Хорошо. Давайте ехать дальше. Предположим, у нас... Здесь мы всё сделали вроде бы. Вот он нам советует сказать статус этаж 0, он там всякие красивые картинки расскажет. Давайте скажем. Во! И смотрите, довольно красиво, кстати, удобная штука, статус про конкретный интерфейс, потому что он рассказывает про него всё. И его адрес, и способ работы, и тип устройства, и где оно находится, и даже как бы оно называлось, если бы я насильно не переименовал его в этаж 0. Это наоборот. Если бы я не выключил это переименование. Короче, вот тут, как видите, довольно много информации в одном флаконе. КТЛ, в общем случае, получается штука для запускаторов для сетевых... Нет, конечно. Запускатор – это сам SystemD, NetworkD. NetworkTel – это штука для взаимодействия с ними. Демон постоянно крутится, а утилита, которая с ним работает, NetworkTL, это ваша утилита, которая вы из командной строки рулите этим демоном. Так, значит, что здесь хочется? Здесь хочется добавить статический маршрут. Хочется добавить статический маршрут, для этого надо создать ещё одну машинку, традиционно она называется клиент, которая бы сидела только в DeepNet. Клиент. Давайте в нём тоже настроим сеть, как белые люди. Давайте в роутере ещё настроим сеть, вот-вот-вот, прям вот-вот-вот-вот, нисходя с места скопируем файл в соседний, там чуть-чуть всё поправим. Только нет, это я неправильно сказал. Лучше скопировать, чтобы они по-другому назывались ещё. Ну, допустим, 60 deep.network. Вот. Так, значит, это у нас будет 3 тогда. Ну, давайте так, 3-3. Gateway не нужно, потому что 2ns1. Обращаю ваше внимание, что Gateway – это в данном случае маршрут по умолчанию. И этот маршрут по умолчанию, он появляется, когда появляется тот интерфейс, за которым этот маршрут. Но обычно он всё-таки один. Здесь у нас не будет интерфейс дополнительно. Да, и name, этаж 2. Значит, reload, reconfigure, этаж 2. Так не умеет этаж 2. Смотрим. Вот они оба настроены. Давайте, скажем ему, сделаем такой же трюк, как в прошлый раз. Возьмём и прямо вот этот файл перегоним на клиент. Прямо вот его, а потом его доредактируем. Просто чтобы руками ничего не набирать. Во-первых, это этаж 1 у нас, а не этаж 2. И во-вторых, там одна, вот тут этаж 1, а тут должно быть наоборот 2. Так, reload, network.ktl, reload, reconfigure, кто у нас там, этаж 1. О, ping 10.3.3.1, ping. Так, что мы ещё хотим? Мы хотим ещё сюда засунуть, сюда ещё засунуть дефолт роутер, gateway. И это будет 10.3.3.1, вот. И тут у нас возникает то самое, о чём вы, Алексей, спрашивали, а где же нам, как же нам сделать api forwarding? Да? Потому что... Сейчас, 158... А, 1.1.1. Не pingaется ни фига. Значит, почему у нас api forwarding? Потому что api forwarding, он вообще... Хотя бы даже хрен бы с ним 1.1.1. А вот этот самый CRV, у нас же есть у него адрес. 10.2.2.2. 10.2.2.2. Не pingaется. Почему так? Потому что у нас... Потому что у нас роутер, во-первых, по двум причинам не pingaется. Во-первых, роутер у нас не api forwarded, да? Cisco TL, нет, api forwarding, gateway. Забыл. А, api forward, всё вспомнил. api forward. Вот. И этим параметром тоже можно управлять и систем dash, чем мы сейчас и займёмся. Нужно в любом месте, в любом месте, в любом конфигурационном файле. Скажем так, в настройке того интерфейса, при появлении которого вам понадобится, чтобы был api forwarding, так и писать api forwarding. Давайте посмотрим в документации. Нетворк. Это где-то здесь. То есть появление, которое... У вас, возможно, соответствующий интерфейс опущен, неактивирован. И тогда ваша машина не работает forwarding, потому что только туда она может. А, возможно, он, наоборот, активен. И если он активен, то было бы неплохо включать api forwarding. api forward, так и пишется api forward. api forward равняется api v4, по-моему. Да, api v4. Вот. По-моему, нетворк. А это сейчас мы узнаем. Нет, конечно, они так же, как я делают, читают. Да, если вы это делаете в 80-е, там, не знаю, в 15-й раз, вы уже всё это наизусть знаете. Просто не потому что изучили, а потому что запомнили. Релод или конфигурь. Это был этаж 2, да? Нет, это был этаж. Это был этаж 2, да. О, смотрите. От включения этой опции, вернее так, от указания этой штуки конфиг-файлю после перезагрузки, при конфигурации сети этот форвард появился. Но это ещё не всё. Это ещё не всё, потому что пинг как не ходил, так и не ходит. И мы можем узнать о том, что он не ходит по одной простой причине. Вот он сюда-то доходит, этаж 2, этаж 1. Вот он, доходит пинг. А кому отвечать, мы не знаем. Смотрите. Некий 10.3.3.2 прислал на mysmp request. Но мы знаем, куда отсылать пакеты для 10.3.3.2. Вон туда, наружу, по умолчанию. Так не пойдёт. Значит, нужно настроить какой-то статический маршрут обратно. Статический маршрут обратно настраивается там же. Вот у нас есть нетворк файл. Систем D. Д нетворк. Именно нетворк файл, который смотрит во внутреннюю сеть. Вот здесь нужно добавить маршрут. Нужно написать гейтвей. Обратите внимание, это секция гейтвей, которая описывает не маршрут по умолчанию, а более хитрые маршруты. В этой секции гейтвей надо написать, по-моему, destination. Сейчас я посмотрю шпаргалку. Да. Нет. Я соврал. Секция будет называться road, потому что это будет приводить конкретно к настройке таблицы маршрутизации. Gateway, соответственно, 10, 2, 2, 1. А сеть destination, кому, чьи пакеты, пакеты куда будут перенаправляться через 10, 2, 1. Это 10, 3, 3, 0, slash 24. Вот. Соответственно, давайте попробуем reload, reconfigure. Network.etl, reload, reconfigure, etage 1. Димка, Димка спрашивает, создание интерфейса это какой-то системный вызов? Ну, наверное, да. Что ещё это может быть? Это обращение по нетлинку. Ну, да. Это обращение по нетлинку, а дальше там целая пачка всего за ним происходит. Так. Пробуем. Значит, посмотрим, что у нас... О, вот он. Я даже вангую, что тут пинги начали идти. Вот. Вот так задаётся статический интерфейс, статический маршрут просто путём добавления его. Специальные секции road, кто gateway, на что маршрутим. Опять-таки, как видите, достоинство этого способа настройки в том, что он достаточно очевиден. Вот это у нас наши две подсети, это дефолт, а это тот маршрут, который мы только что описали. Да, да, да. Обычно всё как бы... Ну, как никто. Если у вас там 4 машины, и вам нужно этот маршрут прокинуть, и он не меняется, то можно и настроить. Можно вот такой вопрос. Сейчас существует способ автоматически проверить работоспособность конфигу, которую мы сочинили? А что такое работоспособность? Ну, хотя бы что в связи с сетями? Не существует, потому что это надо все конфиги в сети проверять. Вот. Есть такая тема, я её сегодня точно не... Я вообще её не упомяну. Это высокоуровневая система настройки сети типа Shorewall, где вы указываете, расписываете топологию сети, а из неё генерятся все конфиги для всех хостов. Включай firewall. Но это то, о чём поговорить в этом курсе не сможем точно. Смотрите, у нас есть ещё одна тема, и у нас есть на эту тему, в общем, мало минут, но тема важная, я всё-таки её, с вашего позволения, в неё углублюсь. Это запуск своих собственных служб с помощью системы D, а не с помощью нетката. Есть два способа это сделать. Способ первый, мы уже знаем, способ первый, вы сами пишете сетевую службу, которая что-то делает. Способ второй, вы запускаете некоторую общую службу, которая делает сетевую часть, а интерпретатор запускает сама. С помощью системы D это можно сделать. Вы должны описать соответствующую службу вот здесь, в специальном сервис-файле, который лежит в каком-нибудь страшном месте. И это страшное место нам сейчас покажут. Давайте мы сначала его опишем. Значит, что мы хотели, самый простой способ, что запускать. System.ktl едет. Дальше, минус-минус force, минус-минус full, как-то так, по-моему. Леонард и его изобилити. Идея стоит в том, что вы сейчас будете редактировать целиком файл, а не какой-то патч на него. А там вот с помощью этой штуки можно сделать патч на файл. Короче, эти ключи нужны. Кажется так. И назовём эту службу, скажем, colend.service. Здесь пишем ему, здесь ему пишем сервис, что там надо, name, description, забыл. А, да, это секция юнит, description, необязательное поле, календарь. Календарь, L. Здесь можно ещё поставить, по-моему, в завис... Нет, там даже на сексе install, где зависимость. Нет, здесь надо поставить в зависимости автор, ну, скажем, network target. Вот. То есть, когда у вас уже сеть запущена... Да, ой. Здесь у нас что, экзек? Сервис. Здесь у нас сервис... Экзек старт равняется usr-bin-socate-bin-календарь. Кажется, хватит. Мы не будем сейчас описывать, при каких условиях они стандартуют, install, вот это всё. Так, пробуем. System.ktl статус. Как мы её назвали? Календарь, да? Или календарь. Вот. А. Enable. Да что ж ты будешь делать? Бымс, install секций нет. Давайте вот в install секцию введём. Едет. Вот в этом случае особенно важно всегда писать этот минус force минус full, потому что иначе вам Systemd откроет пустой файл, являющийся заплаткой к этому файлу. И это какое-то просто жесть. Так. Install. Install. Ой-ой-ой. Что там? Wanted by? Wanted by, да. Да нет, нет. А, нельзя. Multi-user target. Значит, идея, в которую мы сейчас не вдаёмся. Идея эшелонирования запуска сервисов в Systemd стоит в том, что при старте Systemd проходит несколько так называемых таргетов друг за другом. И мы указываем зависимости до какого и после какого должно это всё происходить. Нет, таргет это именно чекпоинты такие, это ни то, ни другое, ни третье. То есть это ещё искусственные чекпоинты? Искусственные чекпоинты, да. Которые ничего сами не делают, а служат именно для того, чтобы на них ссылаться. Разметка конфигура? Динамическая, поскольку они последовательно проходятся. Так, давайте попробуем ещё раз. О, обратите внимание на то, что с точки зрения Systemd является активацией соответствующего сервиса, точнее, определением, что он запустится в следующий раз. Мы берём, и вот этот сервис, который мы только что редактировали, он лежит вот в этом файле. ETC, Systemd, System, MultiUserTarget, ONCE. Мы-то редактировали вот этот файл, а теперь будет simlink вот сюда. То есть как бы таргет под названием MultiUserTarget хочет всяких сервисов, в частности наш, и для этого вот в это место просто кладётся символьная ссылка. Такое вот торжество, торжество точка D-технологии. Обратите внимание, что MultiUserTarget помимо нашего сервиса хочет ещё всякие другие сервисы. Видите? Ну что, попробуем его запустить. Это часть дистрибутива. Они туда кладутся частично при установке, частично при настройке. В общем, это ещё, смотрите, здесь это ещё значит, что это был результат настройки, кто-то активизировал это, потому что в действительности есть ещё вот такой файл. Что через точка D было сделано? Да, да, да. Ну как бы, это оно и есть точка D, да? Это конфиги, лежащие в каталоге. Ну хорошо, давайте его запустим, в конце концов. Что смотреть-то? Давайте посмотрим на статус. Вот он запустился. И вот он висит, смотрите. Сервис запустился. Мы можем даже к нему, видимо, законнектиться. Так, адрес у нас какой? 10, 2, 2, 2, 10, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4. Вот. Но обратите внимание, что для такого рода сервиса нам понадобилось использовать программу, которая… Да, нет. Он сейчас… Давайте посмотрим, заресполнится он или нет. InactiveDead. Там на респонд надо было ещё поставить. Или restart yes, или передавать его к опции. Ну да, да, да. Или да, то есть кто-то должен его рестартовать. Вот сейчас он был одноразовый, совершенно правильно. Но можно было restart yes ему сказать, тогда он был многоразовый. Но можно сделать проще. Обратите внимание, что мы воспользовались прокладкой. Мы вынуждены были написать сами свой собственный сетевой сервис, который называется SoCAD, который сам работает с сетью. Можно этого не делать. Можно написать, заставить Systemd самому запускать соответствующие сервисы по присоединению к определённому сокету. А вот сейчас мы это сделаем. Для этого нужно отредактировать так называемый не сервис, а сокет. Описание сокета. Calend.socket. Вот. Что там? Ну, unit, да. Description. Только давайте не Calend, давайте higgs-dum. Description. Да, 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 да. Я тороплюсь просто, времени у нас мало. Hex-dum. Service. Unit. Да. Socket. Socket? Тут где-то у меня должно быть прямо написано, listen stream, раз, два, три, пять, да, раз, два, три, пять, потому что раз, три, четыре у нас было занято тем сервисом, accept yes, accept yes означает, что у вас будет использована схема, когда базовый сервис принимает подключение, а интерпретатор запускается в отдельном процессоре, а базовый сервер продолжает принимать подключение, вот, accept, да, вот, и соответственно, сервис к нему должен выглядеть вот так. Так, значит, поскольку у нас подключений может быть сколько угодно, то это не один сервис, а некоторое гнездо, некоторый шаблон, вот, чтобы сделать шаблон, надо писать вот так вот, fixdump service, вот, здесь мы напишем unit description, все тот же, fixdump service, вот, вот, здесь мы напишем socket, не socket, сервис, сервис, да блин, тороплюсь, здесь мы напишем exec start, что-нибудь типа usr bin hexdump минус c, минус c, вот, и скажем ему, что он, что у него вот вывод через socket, стандарды, стандарды input, по-моему, просто socket, по-моему, достаточно стандарды input, ну, давайте попробуем, да, он там какие-то, у него какая-то логика связанная с этим. Да, 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 потому что по умолчанию, вы помните, как это происходит, ты его запускаешь, он туда, ну, в общем, вот, а, собственно, и все, мне кажется, что... Ну, а, нет, чтобы он стал еще был, да? Что? Ну, socket-то и есть файлы descriptor. Ну, нет, да, этот, нет, погодите. С точки зрения сервиса он продолжает писать на stdn и stdout, посмотрите, это обычный hexdump. Просто мы говорим, ты его перенаправляем в тот сетевой socket, который будет называться так же. Так-то там std и stdout, единичка и нолик. Еще раз, да, это та самая схема, когда за нас сетевое подключение делает система, а мы запускаем только прикладную программу, в данном случае hexdump. Вот. А, мы не сможем сделать enable, поскольку нет инсталла. Инсталл нужен будет в socket, видите? А еще мы читаем здесь. Вот здесь. Здесь есть. А? Тут install-секция. Тут install-секция, в socket. Так, где мы опечатались? Тут читат серверный. Это все. Ага. Вот это надо просто убрать. Тек. Значит, что теперь будет происходить? У нас вообще слушать этот сокет, раз, два, три, пять, будет систем D, а не наша программа. System.ktl, enable, минус-минус now, это значит и enable, и start одновременно, hexdump, точка сокет. Это enable, как обычно, simlink, соответствующий, кто его хочет запустить. А вот здесь, вот он, s-ltp, вот у нас на порту раз, два, три, пять, кто слушает порт раз, два, три, пять? System.ktl. При поступлении подключения на раз, два, три, пятый порт, систем D форкнет, форкнет себя, exe.ktl оттуда вот этот сервис, и будет его обрабатывать. Давайте проверим. Так, что у нас тут происходит? L-listen. Вот он, смотрите. И вон уже там hexdump запущен. Ну, он сейчас когда закончится, вот я сейчас когда скажу control D, всё, его больше нет. Да. Вот, то есть при каждом подключении у нас образуется очередная копия этого hexdump, который работает, прикладной протокол работает, там может быть какой-то диалог с пользователем, что-то вот, вывод, вот. Потом всё это засовывается в сеть и обратно. Обратите внимание, что службу вот эту hexdump мы не запускали, мы запускали только сокет. В обычном состоянии активен только System.ktl, который слушает на порту раз, два, три, четыре, пять. А увидя, что на порту раз, два, три, четыре, пять произошло соединение, он запускает одноимённый сервис. В котором написано, вот. А лягушкой нужно для того, ну давайте попробуем, это последнее, что мы сделаем, и на этом закончим. Вот у нас сейчас, вот он, нет, не вижу, вот он, вот один запущенный, и у него, видите, номер один, а, нет, у него хитро, смотрите, его идентификатор какой, количество запусков, порт отправителя, под получателя, IP отправителя, IP получателя, ещё, по-моему, PID. Вот такой вот длинный идентификатор у этого конкретного сервиса. Давайте отсюда зайдём. Неткат, 10, 2, 2, 2, раз, два, три, пять. Вот их теперь два таких будет. Вот они. Один, это клиент, который у нас с 10, 2, 2, 1, а другой, который с 10, 3, 3, 2. Обратите внимание на то, что внутри этого сервиса мы даже можем разобрать, мы даже можем знать, откуда произошло подключение. Нам систем Д рассказывает, там в переменных окружений, на самом деле, он это хранит, там даже рассказывает, где нашему прикладному, прикладной программе, которая ничего не знает про сеть. Она всё равно рассказывает, откуда, куда произошло подключение, если мы хотим это проанализировать. Ну вот, вот их там два, одни обслуживаются одновременно. Вот один обслужился, исчез, остался один. Вот другой обслужился, исчез, остался один. Всё, я выжил у вас много очень времени. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, я про домашнее задание скажу, оно тут длинное. Короче, общая идея и домашнее задание такая. У нас есть две машины, на них запущены три сервиса. Первый сервис – это хиксдамп. Что вы будете использовать? Хиксдамп с какими-то ключами или этот самый, хиксд, или что хотите, неважно. Он преобразует входной, любой входной поток в последовательность шинстеричного дампа. Второй сервис – это обратный. Ну, например, хиксд минус р минус п. Он просто преобразует последовательность шинстеричных, этих самых, двузначных шинстеричных чисел обратно в бай. Третий сервис более сложный. Это некое приложение, то есть там прикладной протокол, который, протокол такой, первая строчка – это некий шаблон, вторая строчка – это на что заменять, третий, четвёртый и так далее строки – это в чём заменять. Обратите внимание, что этот протокол текстовый, то есть он заменяет некую строку первую на вторую в остальных строках, которые ему передаются. Задача из этих трёх служб сконструировать службу, которая меняет произвольный байт в потоке. Как он это делает? Он сначала перенаправляет на хиксдампер, потом заменяет в выходе хиксдампера конкретное шестеричное число на конкретное другое шестеричное число, а потом перенаправляет на службу номер 2, которая из хиксдампы делает обратно поток. Выглядит это должно примерно так. Вот пример. Вот мы взяли, допустим, наш любимый календарь, заменили пробел на решётку, на решётку. Сейчас. А, ну да. Это первый параметр нашей сложной службы, это второй параметр нашей сложной службы, это хвост нашей сложной службы. Вот три. Дальше, значит, захиксдампели, заменили пробел на решётку, расхиксдампели обратно, посмотрели, получили вот такую вещь. Вот. То есть, в принципе, ничего сложного, за исключением формулировки. Если будут какие-то проблемы, спрашивайте в чатике, я ещё раз объясню, но мне кажется, там, если вот в это всё вкурить, там достаточно просто всё. Спойлер есть. Ну, я думаю, что я его не буду сейчас показывать. Спойлер есть. Всё. Значит, давайте мы тогда в следующий раз у нас продолжение прикладного уровня, будем говорить про ДНС и, возможно, про ДХЦП. Вот. Ну и на этом, в общем, всё. Продолжение следует...